Они рискуют своей жизнью, ежечасно спасают тех, кто попал в беду. Бесстрашно бросаются на помощь пострадавшим. Ежегодно они сражаются со стихией, природными и другими катаклизмами, а также предупреждают трагедии. Разрешение этих сложных ситуаций ложится на плечи отважных спасателей, которые не раздумывая бросаются в огонь и в воду. О людях, которые готовы на всё ради спасения других, подробнее в нашем следующем материале. Алексей Лавриченко, руководитель оперативно-спасательного отряда, рассказывает школьникам о том, как приходилось работать водолазом раньше. Об оснащении, что имеется сегодня, говорит, только мечтали. Ведь риски для жизни спасателей тогда были высоки. Сегодня у ребят редкая возможность не только познакомиться с экипировкой специалистов, но и примерить на себя образ отважного героя-спасателя. На базе спасательного подразделения города Кустанай проводится день открытых дверей для курсантов кружка «Юный спасатель» Сочековской средней школы. В ходе проведения мероприятия будет продемонстрирована выставка водолазно-спасательного снаряжения современного типа и старого типа. И по окончании будет проведена мини-эстафета посреди участников. Некоторые ребята уже определились в будущей профессии и выбрали для себя нелёгкое дело водолаза-спасателя. Вовремя прийти на помощь и сохранить чью-либо жизнь – главная задача. Но этому предстоит ещё научиться. Отучиться на МЧС. Возможно, после армии уйти на МЧС. Заинтересовала более эта профессия, работа. Среди участников и хрупкие девушки. Представительницы прекрасного пола удивляют своей подготовкой в столь неженском деле. Работой спасателей интересуются и самые маленькие. Всё вместе весит 24 килограмма. То есть 16 килограмм весит шлем и 8 килограмм весит манишку. По окончании экскурсии для школьников – небольшая эстафета. Ребята смогли показать спортивную подготовку и доказать, что готовы к любым испытаниям.